Всем здарова, с вами Хирозен и сегодня у нас очень интересный ролик. Он заключается в рандом тюнинге машин с помощью мода. Но мы будем не просто создавать рандом машины, а тестировать их в дрифте. Какая машина лучше будет дрифтить, получается, побеждает. И если понравится, то 30 лайков и будет продолжение этой рубрики. Погнали! Итак, первый наш автомобиль будет Брукель или Брукл. Как его называют, я вообще без понятия. Это обычная машина и стандартная из BMG Drive, выдуманная, естественно, либо замененная, к примеру, внешним видом из какой-то реальной, к примеру, модели. Итак, давайте же сначала ее осмотрим. Итак, приступим к своему тюнингу. Посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, как она дрифтит. Нажимаем на эту кнопочку Scramble. Этот мод делает, как я говорил, рандомные абсолютно конфигурации. И посмотрим, что у нас получилось. Это некий, у нас сегодня, значит, получается, Drift Corch имба. Кстати, подвеска мягкая такая, когда тормозит, смотрите, как она. Давайте тогда проверим, как он дрифтит. Сейчас прямо попробуем расшатать его сначала. Ну, такой себе, на самом деле, не расшатывается прям вообще абсолютно. Хотя, может, я вообще не умею расшатывать машину BMG Drive и дрифтить. Но это уже придирки прямо мои. Ну да, он абсолютно не хочет дрифтить. Как бы я его куда ни поворачивал резко, он хорошо прям держит дорогу. Но у нас сегодня, к сожалению, не такая рубрика, типа, держаться на дороге. А дрифт Корчи из рандомного тюнинга. Получается, эта машинка вышла прикольная, но абсолютно не подходит для дрифта. Так что, пожалуй, оставим ее тут и приступим к следующей. Следующая машина тоже будет из BMG Drive, потому что тут такая кастомизация прикольная на них идет. Это что-то по типу жука, я так понял. Но это своеобразная машинка из BMG, сама придуманная. Итак, давайте же ее подробно разглядим. Итак, машинка своеобразная, красивая и такая темно-зеленого цвета. Давайте же посмотрим, как она будет вести себя в дрифте. Итак, нажимаем, значит, нашу магическую кнопочку Scramble. О, розовенькая стала, ничего себе, гламурная. Но сейчас она поменяет все равно цвет. Ох ты, аж с манекеном засполняется. Вы только посмотрите. Она, кстати, мне кажется, прям хорошо сейчас будет себя вести на дрифте. Стартует отлично, хотя немножечко, конечно, медленно. И у нее что-то, походу, с коробкой передач, либо у нее прям лимит жесткий стоит. Так что, к сожалению, она не сможет вообще никак дрифтить, потому что у нее максималка по факту 32 км в час всего лишь. Грубо говоря, даже молодитражка намного быстрее. Так что, с этой машиной тоже ничего, к сожалению, не получится. Так что, ее просто вот это оставим и загрузим в следующую. Надеюсь, хоть с вот этим вот Мерседесом красиво все получится. Это, если я не ошибаюсь, вид 221. Хотя, хрен знает. Если что, поправите меня в комментариях. Давайте же его тоже, значит, осмотрим. Итак, наш осмотр завершился. Надеюсь, вам понравился вот этот вот Мерседесик. Сейчас мы его заскремлим. Значит, такое слово я выдумал. Прикольное слово. Зелененький стал. Превратился в серенького. Мне кажется, это даже не поедет, потому что это прям видно. Хотя, хрен знает, на самом деле, мотор вот здесь все нормально. Просто капот снят и все почти. Этот дверка только осталась. И, в принципе, остальные части открываются, которые они просто сняты. Значит, выхлоп у нас виден. Это просто шикарно для дрифт-карчей. Давайте посмотрим. Так. Так, хорошо, он запускается. Камера у нас, кстати, сдвижена почему-то немножечко, значит, влево. Это не есть хорошо. Давайте посмотрим, в принципе, что сейчас с ним будет. Что он забагается, не забагается. Вообще, хрен знает, у него, кстати, походу нитро есть. Правда, это нитро почему-то полностью белое. Я не понимаю, почему. Ну, ладно, может, текстурки забагались. Фиг знает его. Итак, стартуем. Значит, басечку сейчас дадим. Или не дает. Звук я выключил, я не слышу, вроде. Ну, вы должны слышать, я не хз вообще. Так, стоп, подождите. Ну, слушайте, он пока лидирует. Он прям, мне кажется, на первом месте будет. Ну, все-таки Мерседес, ребята, вы что хотите? Хотя, фиг знает, сейчас, возможно, окрут. Не знаю, восьмерку загружу, она тоже такое сделает. Но у нее там просто в конфиге таких моторов сильных нету. А тут прям идеальный дрифт-корчик получился. Корф, блядь. Ну, ладно, я думаю, это прям пока что. Вот этот вот Мерседесик, V221, он прям первое место, в принципе, сейчас занимает. Но, ребят, у нас впереди еще около 4-3 машины. Я хрен знает, я еще вообще сколько заспавню. В общем, вывод насчет этого Мерседеса, отлично дрифтует, подходит, класс разгоняется прямо с пробуксовочки. Припаркуем его здесь, прямо немножечко так, дрифтом. Ну, а, кстати, тормоза у него вообще хреновые, так что это единственный его минус. И я больше минусов у него не вижу. Итак, конечно, это прикольно выглядит, что супер заспавнил, все такое, дрифт, скорость. Но, мне кажется, все-таки, если я нажму кнопочку скрэмбл, то ни хрена не выйдет. Хотя, давайте сначала ее рассмотрим, прежде чем что-то там говорить. Итак, Toyota Supra мы рассмотрели. Я думаю, прикольно, что я сейчас заспавнил, в принципе, японцы. Я думаю, многие любят японцев, а именно Supra. Вот для вас я, в общем-то, ее и заспавнил. Правда, у нее проблемы с текстурами некоторыми. Но, я думаю, это можно закрыть на это глаза, потому что... Ну, прикольно, кстати, оранжевый цвет на ней смотрится, хотя это no текстур по факту. Итак, нажимаем на нашу волшебную кнопочку скрэмбл и посмотрим, что сейчас будет. С камерой случился, конечно, вообще тотальный, блядь, пиздец. У нее, по факту, тут машина должна быть, но она там. Но, ребята, это же Supra, если Supra, ребята. Она сейчас, кстати, драговая стала. Я почему-то хочу поугарать над тем, что у нее автобусный диск, в принципе, спереди. Это автобус стало. Ну, прикольно, кстати, смотрится вот этот диск автобусный, который выпуклый, либо газельный. Да хрен его, короче, знает. Почему у вас, значит, камеру? Я разобрался, я просто инсерт нажал и все. Ох ты, подождите-ка. Ну да, она прям... Она прям хорошо управляется, я вам так скажу. Это прям... Ну, это же вообще Supra с колесами, значит, спереди у газели, либо у автобуса. У нее огромнейший просто минус есть. Это, во-первых, у нее плохие тормоза. Хотя, может быть, это из-за скорости сейчас. Ладно, забьем на это хер. Но у нее прям двигатель очень, очень быстро помирает. Это либо от того, что она в отсечку долбится постоянно из-за дрифта, либо из-за того, что кардинальная мощность идет. Над этим можно гадать, конечно, долго. И я вообще еще не на втором курсе, чтобы вот это все изучать. И потому что я автомеханик по факту, но... Блядь, ну потом скажу как-нибудь. После, там, второго-третьего курса. Блядь, хрен знает. В общем, что у нас по супре, значит, вывод. Я не сказал. Хреновый, значит, у нее мотор. А именно, не мотор. Не два джейзет, которые вы сейчас подумали. А именно... И сейчас у нас в дрифт-корче вообще по факту замененный мотор должен быть. Вообще не два джейзет. Блядь, не знаю, какой-то... Не знаю, допустим, от восьмерки. Хуйню, конечно, я сказал, но все же. Во-вторых, у нее плохие тормоза. Ну ладно, на это, думаю, вообще глаза можно закрыть. Кому нужны тормоза, кто дрифтит. Хотя, фиг пойми. Но все-таки Мерседес ее обгоняет лишь на один балл. А это именно из-за мотора. У нее тут слишком быстро он ломается. Прям херачит. Супра пока что второе место. Японцы любители, пожалуйста, меня не обижайте. Но это просто рандом. Бум. Сейчас эта хрень вообще дрифтить начнет. Ух. Итак, ребята, в общем, ради интереса я заспавнил вот такой вот, блин, ультра. Микроавтобус. Автобус. Короче, европейскую буханку я заспавнил. Из BMG Drive. Вау, кастом и так далее. Все дела. В общем, что я хочу этим сказать, что я вот эту хуйню, короче, за попреков сейчас заспавнил. В принципе, она несерьезно тут участвует. Но если у нее сейчас соберется конфиг на, к примеру, ну, два джейзи, да. Но это вообще, блин, разум спавнейший будет. Я ее просто на превьюшку поставлю. И это имбароли. Короче, даже осматривать, думаю, не нужно. Потому что, ну, все ее знают в BMG. Она прям, не знаю, она любится очень народом. Потому что она такая большая. У нее клиренс прям огромный. Прикольный у нее салон. Прям такой, знаете, из 1980-х или 90-х там годов. В общем, все по старинке. Все прикольно. Все очень уютно. Нажимаем кнопочку скрэмбл. Стала красной, значит опасная. Спортивная. Еб, твою мать, что это такое? Это, конечно, дрифтить не будет. Но если у нее там мотор, как я говорил, мощный, то она вообще с легкостью. Хотя шестиколесник, ебта. Так, в осечку даже не долбится. Ну, подождите. А, ну она не заводится вообще. То есть я нажимаю, она нихуя не делает. Ну-ка, я могу максимум вот этого врубить. И все, больше ничего не могу тут делать. Итак, ребятки. Lada Largus. Очень классный мод, кстати. Это один из первых модов. Единственный, который, в принципе, хорошо сделан из именно Largus. Больше я таких прям качественных не видел. Он уже немного сделан под стиль B-Pan. Потому что я на рандом конфигурацию нажал. Именно не скрэмбл, а там. И давайте же рассмотрим этот наш родной русский Lada Largus. Рассмотрели мы, значит, наш Largus. В общем, нажимаем на кнопочку скрэмбл. Не будем томить и говорить всякую херню. Стал желтеньким. И что с тобой стало? Кто за экзотический? Его тянет вправо. Его прям очень жестко тянет вправо. Давайте вообще посмотрим, что он творит. Ну не, он не будет разгоняться. Это прям сразу видно. Давай сейчас хотя бы разгонимся до сотки. И потом мы уже посмотрим. Ну разогнал я его, короче, до сотки. Давайте пробовать. Да и хер с ним. Ребята, к вашему вниманию. ГАЗ Волга 3102. Очень многим нравится этот автомобиль. И мне в этом случае тоже. Потому что я не знаю, как это объяснить. Мне нравится его форма кузова. Мне нравится его салон. Но расход, как мне говорили те владельцы, у которых, в принципе, на 3102. Расход у него пиздец. Время осматривать наш ГАЗ. Итак, пожалуй, приступим к нашему тюнингу рандомному. Посмотрим, что из этого станет. Смотрите, какие номера. С9069. Нажимаем нашу любимую кнопочку скрэмбл. О, нифига, цвет прикольный. Чисто прям нереально такой. Ох ты, ничего себе. Вот это имбал. Это дрифт корч. Передние колеса, кстати, слава богу, одинаковые. Или нет? Нет, все-таки. Именно дисками отличаются. Либо тут свет отпадает. Хрен его, короче, пойми. Задние колесики тоже одинаковые. Все, отлично. Нитро есть. Ну, если бы, знаете, если бы у нее были вот эти вот задние колеса именно спереди, она бы офигенно валила. Так. У нее третье место. По идее. Итак, начинаем, значит, дрифтить. Хотя, знаете. Видите, в принципе, управлять ею классно. Дрифтит она более-менее, чем достаточно. Проще говоря, для новичка вот такой дрифт нам подойдет. Но она все равно займет третье место, так как Супра и, ну, Мерседес, она вообще на первом месте. Они, конечно, лучше дрифтят, потому что у них движки помощнее. Хотя, движки там, по-моему, тоже меняются. В общем, друзья, по итогу у нас за ролик занимает первое место Мерседес, второе место занимает Супра и третье место занимает Волжанка. Я думаю, это честный был выбор, хотя фиг знает насчет движков. Если они не меняются, то это очень плохо и нечестно будет. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поддержите его. Напишите либо комментарий, либо поставьте лайк, либо подпишитесь, если все очень сильно понравилось. Также переходите в мой телеграм-канал. Там ролики выходят гораздо раньше иногда, чем в Ютубе. На один день даже могу раньше выложить. Также информация всякая и так далее. Также вы можете предлагать свои идеи для роликов. С вами был я, Хирозэм. Всем удачи. Это был BMG Drive Игра. Всем пока.